Компания Веневисьон представляет Лурдес Валера Роберто Ламарк Энри Галуи Фернандо Вилата Карлос Мата И Виктор Камаро в роли Армандо В телесериале «Женщины на тропе войны» Авторы сценария Сесар Мигель Рондон и Моника Монтаньес В фильме также снималась Эва Бланко Композиторы Луис Роман и Вероника Фарьез Оператор Джонни Феблос Режиссер Роман Чельбаут 33 серия Первая реклама Ты знаешь, никогда больше не говори, что хуже уже не будет Больше не надо Такое впечатление, что нас с тобой кто-то там наверху подслушал Вот над нами и посмеялся Больше не буду Что теперь делаем? Будем танцевать под дождем? Или поплывем? Что скажешь? Нет, я думаю, что будет лучше вернуться туда, откуда мы идем Тогда пошли Пошли А ты, конечно, зонтик не носишь Ну что, у тебя нет зонтика? А тебе, наверное, холодно? Иди ко мне Иди сюда Но только не лапай Это тебе не танцы Да кто ж лапай-то? Да ты такой же замерзший, как и я Надо же, зато ты настоящая печка Я даже на расстоянии чувствую жар Вот то-то Что значит То-то Ты Думаешь о том же, о чем и я? Что? Если мы будем продолжать в том же духе, то мы с тобой простудимся Это верно Но ты уверена, что я думал об этом? У меня есть ключи от спортзала А там есть полотенце Идем? Идем Хотя постой Ты об этом подумала? Честно, об этом? Идем Эта девчонка хочет занять твое место и увезти жениха у твоей дочери Этого тебе мало? Жених моей дочери Хуан Диего? Ясно Теперь для меня дошло Понятно Ты что, Бриджит, на облаке живешь? Спустись на землю Эта девчонка хочет украсть твою должность Нет, не надо Какая должность? Ничего она у меня красть не собирается Нет Я ровным счетом ничего не понимаю, Бриджит Объясни мне, пожалуйста, что у тебя происходит с этой девчонкой? Это же змея, подколодная на стажировке Бриджит, мы перед этой 20-летней девчонкой просто грудные дети Что с тобой происходит, Бриджит? Почему ты так расстроена? Это твоя беременность так на тебя действует? Беременность Держитесь за стол, я вам расскажу анекдот года Ты хочешь сказать, что у тебя двойня? Да, Анна, двойня Мальчика зовут Стыд, а девочку Менопауза Да, Менопауза Что? У тебя Менопауза? Ты что, подруга, вокруг же люди Да что же это такое? Ты можешь объяснить? Менопауза? Как же так? Так и есть Мне это врач заявил Я к нему пришла Как детородная женщина А врач мне прямо в глаза Что все, речка иссякла Если вы захотите иметь еще детей То придется вам их усыновлять Потому что все уже кончено А ты здорова? Анна, она не больна Не надо намекать, что она умирает Вот именно, я умираю Я умираю, Финита Ясное дело, я умираю А что же еще? Перестань ей с хлеба, а то опять будешь жаловаться, что одежда мала Нет, мне это надо заесть угреводами Принесите мне еще хлеба Представь себе, что в таком возрасте уже наступает Менопауза Вот так-то подружка меня официально объявили старухой Ты только подумай С английского Менопаузу можно перевести как стоп с мужчинами Вот что у меня теперь Стоп с мужчинами Да, приятель, ты невезучий Как ты ускорил наступление Менопаузу, Бриджит? Спасибо, друг Я правильно полагаю, что теперь ты с разводом тянуть не станешь Немолодой человек, сделай должение Убери ноги со стола Убери ноги Убери, я сказал Так, Леннон Банили в ближайшее время не ожидается Откладывается до лучших времен Зато ты смог воспользоваться слухом о беременности Бриджит, чтобы отбиться от брака с Джессикой Все теперь меняется Не надо Попрошу по этому поводу не шутить Тем более в новых обстоятельствах Послушай Короткометражка, не бодрствуй, лукава Тебе выпадает жениться и точка Он правильно говорит У тебя нет вариантов Если ты, конечно, не хочешь уступить этот лакомый кусочек кому-нибудь другому Не строй из себя шибко умного Все, что угодно, только не это Я вам так скажу Не бывать тому, чтобы я Снова женился Не в жизни Дорогая, приходил твой Банили, а он тебе сказал важную весть? Нет, папа То есть он приходил, но ничего серьезного не говорил Он был очень расстроен, укритен Все говорили про возраст, что он старый Я его не поняла Я думала, что это у него из-за сценария Какого еще сценария? Дочка, я тебе никогда ничего не запрещал Я впервые вмешиваюсь в твою личную жизнь Я запрещаю тебе встречаться с Банилией Запрещаю Что? Что случилось, папа? Как ты можешь? Я уже не в том возрасте Ладно, ладно Я ничего не понимаю Папа, мне сейчас с ним сниматься в рекламе Тебе не следовало об этом говорить Сейчас Парень Это все твое или это реквизит? Какие плечи, боже Так что ты думаешь о том, чтобы выпить кофе? Если ты думаешь, что мне не справиться с кофеваркой, то ты заблуждаешься Нет, это ты заблуждаешься На вот, вытирайся Спасибо Что с тобой случилось, красавица? Почему ты так расстроилась? Потому что, знаешь, надоело бороться Я чувствую, что мой вклад не воспринимает серьезный вилкер Я терпела, терпела, но терпению пришел конец Да, я в агентстве новенькая Но ты знаешь, это долгая история Ты никуда не спешишь? У нас выступление, но я всего лишь певец Нет, нет, ничего нет Я могу сколько угодно оставаться с тобой Ну так как, ребята, что скажете? Что я обещал, я сделал Обещано было много А что в таком закутке можно сделать? Да и народа нет Честно говоря, если бы я устроил выступление у себя во дворе То народа было бы больше Не надо, не надо Дело в том, что в некоторых районах города идет дождь Это надо учесть И потом Начало всегда такое Начинать тяжело Это надо понимать Для вас обманывать незачем Если я делаю рекламу, то делаю Могли ведь сами услышать Неужели вы не слышали? Какая реклама? Какая реклама? Даже вилкер не услышал этой рекламы Если он не придет, мы пропали Одну минуточку, Белоснежка А чего ты так прицепился к вилкеру? Я прицепился? Никто не цепляется Если через пять минут он не придет, то будет петь Алекандра А вилкера мы выгоним Пусть ищет себе другую группу А что ты считаешь, я преувеличиваю? С чего это? Нет, не преувеличиваю Я клянусь, что так на самом деле Иди ко мне Я не считаю, что ты преувеличиваешь Просто ты Немножко расстроена Так же, как и я Мне хотелось спеть на стадионе Но не вышло Я тебя понимаю Потому что это Все равно Если бы диск с моим голосом Вышел Под чужим именем Это все равно, что так Ты не поверишь Мне хотелось наброситься На сеньора Бриджит с кулаками Ладно, не смотри на меня так Ну, не на нее Так уж на Иоланду и Бланку Это точно Я не из-за этого на тебя так смотрю А потому что мне хочется другого Чего? Не знаю, о чем Мечтает двое в такой холод И ты такая красивая, без одежды И так Мечтает двое в таком Здесь больше никого нет Он уже кладет тебе руку на плечо Какая она нежная Ну и что? Что тебе предсказала сеньора Бриджит? Что с тобой будет? Вилкер такой же, как сеньор Джуниор Все, юбиле Решено Так не пойдет Так, так, так Так, так, так Остановись Что случилось? В спортзале никого нет И этот поцелуй Хватит 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 Ну, это Тебя меня сюда привела? Но с совершенно другими намерениями Да, да Даже кофе не допьем Да? Нет Не будет никакого кофе Вилкер, я тебе очень благодарна За то, что ты меня так внимательно выслушал И все такое Но знаешь, уже поздно Нам надо идти Пора Хорошо Хорошо, сеньорито, как скажете Он обиделся И совершенно справедливо Ты с ним нехорошо поступил, юбери Но ты сама не заблуждаешься Твой принц Хуан Диего И точка Тебе раньше бывало так хорошо? Никогда, любовь моя Честно? Ты меня не обманываешь? Ты не перестанешь меня любить? Зачем мне это надо? Ты такая красивая, такая Счастливая и довольная Счастливая и окрыленная Любимый, ты будешь меня по-прежнему любить? Даже когда я стану такой же старушкой, как и моя мама? Каролина, Бог с тобой Бриджит, старушка Ладно, не будем говорить о том, как ты любишь свою мать Я тебя люблю и буду любить всегда 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 Это звучит для меня, как приглашение под венец Боже, в любой момент он может попросить моей руки Но ты ешь, ты ничего не ела? Теперь я буду есть все, абсолютно все Всю жизнь я сидела на диете и вовсе не из-за здоровья Я все могу переварить Я сидела на диете, чтобы выглядеть красивой Чтобы мой муж говорил мне, какая ты красивая Чтобы мужики на улице мне говорили комплименты Ну все, теперь хватит Теперь я съем все, что не съела за всю свою жизнь Нет, нет, не надо Не вредничай, Бриджит Всю жизнь мы стараемся избежать беременности От противозачаточных таблеток ты помнишь У тебя вылезают вены Отказывают органы А теперь ты хочешь сказать, что раз ты не можешь иметь детей То и муж тебе не нужен Нет, милочка, жизнь не может быть такой жестокой Извините, вот тот сеньор, что в углу прислал вам бокал Я полагаю, что бокал предназначен вот этой сеньоре Это бокал для сеньоры Бриджит, моей подруги Нет, это для вас, сеньора Ясное дело, у тебя же нет менопаузы Не смеши людей У меня вот нет менопаузы, а мне никто ничего не присылает Финита Расскажи нам, как ты это делаешь? Как у тебя получается? Мужчина-то какой красивый Кретин Посмотрите, какое у него глупое лицо И потом, о чем мы спорим? Вы же из игры не выходите? 21 век Сейчас столько разных гормональных препаратов Пачка синтетических гормонов И пожалуйста Знаете, отчего я прихожу в бешенство? От того, как обрадуется Хисела, когда узнает, что у меня менопауза Как будет плясать эта ведьма, когда об этом узнает Вот увидите Вот увидите Она будет счастлива Бриджит беременна? От кого? От кого же, как не от джуниора? Я удивлена, что Атанасио тебе об этом не сказала Я не считаю, что имею право говорить об этом ему или кому-либо еще Ну почему же? Это превосходная новость Не скажешь, что в возрасте Бриджит многие к этому стремятся Это, дорогой мой, не случайность Муж ее бросил, и она прибегла к старому трюку с беременностью Это странно, потому что Бриджит полна решимости развестись с джуниором Да-да, она настроена только на это Это ты на это настроен, хотя и пытаешься это скрыть Она испугалась? Некоторые женщины плохо переносят одиночество А раз уж она беременна, то вернет назад джуниора Спорю? Ты меня извини, Хисело Но не забывай Что в беременных женщинах есть особое очарование Не надо, не смотри на меня так Я понимаю, что иду против твоего гимнастического бизнеса Но признаюсь тебе, что для меня объемы и окружности выглядят более привлекательными Поверь мне Извините, извините Что случилось? Пипа Что? Все закончилось? А ты что думал? До каких пор это могло продолжаться? До тех пор, пока ты с изволюешь прийти? Не надо, дружище Я с тобой разговаривал, ты время знал Все собрались Раз ты слово держать не умеешь Если тебе это не так важно, считай, что ты свободен Ты больше не поешь с гуахерос Ладно, ладно, успокойся Я не смог вовремя сюда попасть, потому что попал под проливной дождь У меня нет машины, мотоцикла нет Нет даже денег на такси Ты же это понимаешь? Послушай, Белоснежка Послушай, дай мне еще одну возможность Ну же Не упрямься Ну же Ты что, приятель? Я тебе сказал, что ты хотел Ты свободен Нет, Белоснежка, послушай Без фамильярностей Слушай, Пипа Как это ты меня выгоняешь? Сюда что? Кто-нибудь пришел? Что-то я никого не вижу Да-да, никто не пришел, Вилкер Но Пипа прав Мы тебя предупреждали Нам нужен человек ответственный Человек слова И ты нам не подходишь Ты меня извини, но Ты больше не в нашей группе Видишь, мама Все вышло не так, как я ожидала Доченька, не приходится ожидать, что тебе устроят торжественную встречу Не все сразу Нужно время Потерпи, дорогая А вот пивко Чтобы смягчить неурядицы Держи, дочка Спасибо, дедушка А ты чего и бери, такая расстроенная Завтра в агентстве будет презентация моей первой работы Не знаю, дедушка, что ты мне не по себе Такое впечатление, что мы тебя ничему не научили По жизни надо идти с улыбкой Да из чего ты решила, что будет неудача Думай, что завтра будет отличный день День твоей удачи Как в песне, дедушка И не загорой день твоей удачи Это верно Очень может быть, что произойдет что-нибудь хорошее Почему бы и нет? Конечно, не бери Сеньоре Бриджит понравился мой сценарий Когда будет показан рекламный ролик, то она скажет, что я участвовала в этой работе Что это моя работа Может быть, так и будет Будем надеяться Конечно, может быть и так Это же правда Ты прав, дедушка Завтра может стать днем моей удачи Посмотрим И не загорой день моей удачи А дальше? Не до смерти ждать решения задачи Стою я на пороге перемен Так, одержи, снимай Превосходно Это лучший ракурс Лучший ракурс Прекрасный кадр, Джуниор Это действительно лучший портрет Джессики Отличная получается реклама про аптеку Если нужна настоящая улыбка, то вот она Вот Спасибо, Ковальски Это верно, Ковальски Джессика, получилось прекрасно Без ложной скромности скажу, что знаю все ее лучшие ракурсы Это правда, дорогой Ты меня знаешь очень хорошо А вот ты, милочка, его не знаешь Джуниор, я схожу за остальным материалом Сейчас вернусь Не забывай, Ковальски Что меня перерывы выбивают из колеи Я теряю свою гениальность Папочка Красивый мой Ты моя венесуэльская йокоона Ты меня любишь? Ты меня не обманываешь? Как можно? Ты для меня как йокоона для Ленона Ты моя величайшая муза Серьезно? Серьезно Тогда почему мой отец сказал, что у тебя есть для меня серьезная новость, а ты мне ничего не говоришь? Серьезно, и что значит серьезно? Серьезно Я серьезен, когда ты вот так близко, мне хочется... Мне сказали, что ты здесь, Баниль, я пришел поговорить с тобой Папа Ты ей ничего не сказал? Рассказать ей? А что? Ты должен был ей рассказать О том, что твоя жена беременна Вот зараза Джонни, как это беременна? Почему ты не сказал мне? Нет, погоди секунду Произошла своего рода ошибка Бриджитт выдумала это Это была ложь Чтобы не давать мне развода Но она раскаялась и во всем призналась Бриджитт вовсе не беременна Вот видишь, папа Эта женщина все выдумала, потому что не хочет, чтобы мы поженились Ладно, хватит вилять Ты женишься на моей дочери или не женишься? Да Что? Я сказал, что ты женишь? Папочка, я знала, я знала, что ты на мне женишься Вот видишь, отец? Он человек слова Конечно Я люблю тебя, мой папик Я тебя обожаю Но для этого они достают очень важного элемента У меня нет развода Развод еще не оформлен Банилия, я не хочу больше проволочек Мне достаточно знать, что ты женишься на моей дочери Если помнишь адвокат И когда документ будет, тогда ты и женишься Джуниор, ты женишься? Боже мой Это надо же было так долго ждать Этот материал наверху Пропустил самое интересное Так что, теперь редактируем клип? Нет, минуточку Я пойду с папой Продолжайте работать Я такая счастливая, любимый мой Пока Пойдем, папа Вот так Так что скажешь? Тебя бросили, как свеженькую, еще живую рыбину в морозильник Значит, Джессика, модель из рекламного ролика Бриджит Твоя новая жена Ковальски, если ты пойдешь наверх, хотя бы одно слово скажешь Я тебя убью Прибью, точно Я сегодня не смогла уснуть, я так волнуюсь У меня первая презентация Ну да Я уверена, что сеньора Бриджит при всех меня поблагодарит Если чего-нибудь не случится, это будет полный успех Это надо будет отметить Где мы это устроим? У тебя дома или в нашем баре? Где угодно и как угодно, но мы это отметим Кто бы подумал, что вчера вечером у меня была жуткая депрессия, а сегодня Как ты думаешь, кто меня утешил? Что сделал, утешил? Кто? Вилкер, представляешь? Я стояла и ждала автобус в полной таске Не знаю, что на меня нашло Я тебе описать не могу Вилкер Ну, в общем, короче Он пришел, тут на нас дождь хлынул И мы оказались в спортзале С кофе Как тебе такое? Представляешь, мы одни, только он и я И кофе А что было дальше? В спортзале? Вы были вдвоем в спортзале, совершенно одни? Да, а что? Ты расстроилась? Нет, ну что ты Нет Так вот, почему Вилкер опоздал? Он был с тобой Да Он был со мной Из солидарности Но ты на меня так не смотри Потому что мой парень Хуан Диего Так что вот такие дела, подруга Мне надо идти на свою презентацию Пожелай мне удачи Пожелай мне удачи Желаю тебе самой большой удачи Пока Пока Так вот почему Вилкер опоздал И был такой счастливый Словно ничего не случилось Она счастлива из-за своей презентации А каково должно быть Вилкеру? Страдает, конечно, из-за разрыва с группой А я? Что остается мне? А как же я? Так вот, они меня отторнули с группы Неблагодарные Ты же знаешь, какой я им дал толчок Да я эту группу на собственном горбу вытащил Как такое могло случиться? Ты же поешь лучше, чем негр Пиньера Гарсия Как они могут тебя выгнать? Это потому что я опоздал Я опоздал на выступление Вот они меня и отторнули А почему ты опоздал? По глупости, мама По глупости Знаешь, что-то у них не получилось Вот они на мне и отыгрались Ты хочешь сказать, что опять никто не пришел? Как всегда, четыре бродяги, мама Дело в том, что нас никто не знает Нам нужен человек, который бы записал с нами диск Или хотя бы одну песню Одну единственную песню Сынок, но ведь должен же быть Кроме святого кто-нибудь, кто помог бы нам с диском Вот только кто? Вилкер? А среди тех, кому ты устанавливал жалюзи, никого нет? Кому бы ты мог обратиться? Кто бы тебя поддержал? Я сказал, да Да Это выходит, что мне придется жениться на Джессике Мало тебе менопаузы Ты еще воруешь чужие идеи Здравствуйте, сеньор, вам помочь? Я ищу красные таблетки, от которых даже дурные мысли проходят Они в такой коробочке начинаются на П Дедушка, да как же узнать, что это за лекарство? Вот увидишь, внученька Фарма Пронто, оно будет Фарма Пронто, хорошая аптека, довольный клиент Моя первая реклама Получилось Сейчас начнут поздравлять Атанасио, как тебе? Ты верна себе Отличный ролик Только ты способна предложить такое свежее и эффективное решение Превосходно Она верна себе? А как же я? Она меня не назовет? А моя режиссура для них не существует? Я тебе вот что хочу сказать Режиссура верная Если не считать Некоторых деталей Об этом отдельно Извините, но я согласен с Маурису Есть Некоторые детали Детали? Да что ты в этом понимаешь? Когда им нравится, то все заслуги Бриджит одной Вот и я тоже самое говорю Неужели сеньора Бриджит весь успех припишет себе одной? Юмайра Юбилейся, милочка Подойди Я здесь, сеньора Бриджит Юбери, дорогуша Чего же ты ждешь? Иди, помоги Бланке и Оланди с пирожными и шампанским Поторопись, детка Юбилейся, иди, милочка За шампанским А потом приходи выпить с нами Принеси мне, пожалуйста, вентилятор Я с ума схожу от жары Так это для этого она меня позвала? Чтобы я помогала этим дурам? Этой воровке Бриджит достанется Господи Да что же это со мной? Что я чувствую? Этого не может быть У меня же менопауза И вдруг месячные Боже мой Нет Теперь тебе, Мэрлин, сбрело в голову Искать брючки здесь, в этом торговом центре Здесь берут даже за вход в лавку Мамочка, зато здесь аккуратно А почему ты даже не хочешь узнать цену? Послушай, дочка Пойдем посмотрим брючки И если будет знакомый управляющий, мы их отложим И я расплачусь частями Что такое, мама? Что случилось? Мэрлин, наказана, ты это знаешь И ты знаешь за что? Верно, внучка Ну так что с того, что ты увидишь брючки? Ты же наказана Знаешь, мое солнышко Мне кажется, это наказание уже затянулось Вот, иди Возьми себе мороженое Давай, детка Только не отходи далеко Ладно? Иди, иди Давай Ты ее балуешь Знаешь, дочка С внуками Столько забот А что ты сидишь, с нами не чокнешься? У меня нога немела У меня то голова немеет, то нога Как только почувствуешь себя лучше, подходи Поздравляю, отлично получилось Да, у меня отлично получилось Бессовестная воровка Шампанского не хотите? Да, спасибо Нет, я не хочу шампанского Неси его туда, неси Ясно Теперь я ей даже мешаю Хорошо же ты попал, и бери На счет три Один Два Три Боже мой, спасибо вам Вы не представляете себе, как я вам благодарна Мне даже отмена паузы, ничего хорошего нет Если я тебе расскажу, что со мной приключилось Только не сейчас Атанасио Атанасио, пока я ушла Что случилось? Ничего, я тебе потом расскажу Мне нужно идти Мы же только начали отмечать Финита Что с Бриджит? Это как-то связано с беременностью? Ничего, я тебе потом расскажу Как это дела в спортзале? Как стратегия распространения жалюзи? Работает отлично, дружище Это просто чудо У меня такое впечатление, что мои жалюзи просто заразны Здравствуйте, сеньор Олегарио, как поживаете? Здравствуй, здравствуй Дайте мне, пожалуйста, апельсиновый сок вашего приготовления К вашим услугам, сеньорита Как себя чувствует, сеньорита Салимар? А, впрочем, чего спрашивать? Ответ очевиден Я бы сказал Он излишен Я себя чувствую хорошо, сеньор Баттеро А вы как? Как ваша супруга? Выбирай выражение, Баттеро А то тебя арестуют Вот сок Спасибо Почему меня должны арестовать? Что я сделал? Я только задал вопрос Я не сказал ничего дурного Даже наоборот, что все прекрасно и лучше некуда Сеньор Баттеро Нам лучше прекратить эту игру сразу Уж если вы хотите выглядеть джентльменом То потрудитесь не продолжать Не надо мне с утра портить настроение Договорились? Всего наилучшего Неплохо Баттеро не может быть для меня чем-то серьезным Как сказала гаданка Не могла она мне такое нагадать С такой щек я бы каждый день приходил домой вовремя Как здорово Канапе очень вкусное Надо же, какие вкусные Даже шампанское осталось Как здорово Как поживает самая красивая женщина? Девочки, идите, идите Обслужите Да что я говорю, клиентов Сделайте одолжение Идите Я не знаю, кто это Я с ней не знакома Ты не знаешь ее? Представления не имею Но точно, что это не я Хочешь, Канапе? Нет, нет, я хочу тебя Прекрасный Финита Я правду говорю А когда ты ешь Я просто с ума схожу Я просто в восхищении от того, как ты ешь Поверь мне, это правда Армандо, ради бога, не надо так Нас раскусят Остерегись Я и хочу, чтобы все раскрылось Чтобы ты бросила своего мужа И пришла ко мне жить Так что вы здесь делаете одни Знаешь, мы здесь разговариваем Мы говорим о... О компании Да-да, я очень доволен этой компанией Работа проделана выдающейся Да-да, Финита как раз мне об этом и говорила Все получилось превосходно Вот и она мне сказала, что сказочно все получилось И не только это, я могу сказать, что после Бриджит Финита Самый результативный работник в агентстве Да, она в самом деле такая Я пойду отнесу шампанское туда Я сейчас умру от страха А может от любви Здравствуй, здравствуй, как выспался? Ну, как тебе сказать Так себе После вчерашнего мне остается только До самого конца жизни развешивать жалюзи Что это, Вилкир, с тобой случилось? Не надо так, дорогой Что это за настроение? Ты что, веру в себя потерял? Ну и что, что тебя вчера выгнали из группы? Это не единственная группа И Палма не единственный продюсер И вообще, я думаю, что у тебя еще будут возможности Нет, я тоже в это верю С группой, тут все ясно Но ты понимаешь, мне надо найти Кого-нибудь, кто бы помог мне записаться Нужен человек, который бы мне записал Хотя бы Хотя бы одну песню Мне бы хотелось тебе помочь Но знаешь, мои возможности Ограничены лишь поимкой карманников и жуликов Ты же это понимаешь? Слушай, Вилкир А за то время, как ты устанавливаешь эти жалюзи У тебя не появился какой-нибудь знакомый Который смог бы тебе помочь? Никого нет? Ты знаешь, мне мама то же самое сказала Слушай, погоди Если мне одно и то же говорят дважды То да Я знаю такого человека Спасибо тебе Понял Как такое может быть, мама? Во время аплодисментов В самый радостный момент Я оказываюсь прикованный к стулу Как новогодняя елка Да еще с пятном на платье Стыд-то какой И единственный плюс менопаузы в том Что месячных не должно больше быть Но это не произойдет сразу Сначала Они станут реже, понимаешь? Да, мне врач объяснял Я как услышала слово менопауза Больше ничего слышать не хотела В этом нет ничего страшного Доченька, успокойся Это случается со всеми Не со всеми, а со мной Это тебе за воровство Это кара Божья Украла у Юбери замысел Открой, мама Я никого не хочу видеть Ладно Этого ты видеть захочешь Закроешь дверь, сынок? Позволите Виски Как поживаете, сеньора Бриджат? Извините, я без звонка Я пришел не по поводу жалюзи Мне Нужны вы Я? Я вам уже говорил, что я певец И что у меня есть группа Не то, чтобы она была моей Я пою с этой группой Так вот, мы уже вместе достигли Определенного уровня Понимаете, как это бывает Мы хорошо выступаем Но нам не хватает того, чтобы Наша песня Появилась на радио Боже Какая у него улыбка Какие белоснежные зубы А подбородок Залюбуешься Так вот, если бы у нас была запись То я бы отнес ее на радио Вы меня слушаете, сеньора Бриджат? Я готова тебя слушать вечно Нет, нет, зачем же так долго? Так долго не надо Все проще Я подумал, что у вас Могут быть такие связи и знакомые Которые Помогли бы Мне записаться Да, я тебе помогу Конечно же, я тебе помогу Пока я не знаю, как это сделать Но я подумаю Надо сделать запись песни Да, да, записать песню Вы меня с кем-нибудь свидете Я уж постараюсь Хорошо? Ты постараешься Ничего в этом не понимая Но я ему помогу Уж если я помогала джуниору То такому суперзнойному мужчине Грех не помочь Песню записать быстрее и дешевле Чем снять фильм Почему бы и нет? Я не устроила скандал Только потому, что она великая Но я должна была ее разоблачить при всех За то, что она украла все мои идеи И ничего не дала мне взамен Как все просто Я работаю день и ночь в офисе А великая дама реклама Пожинает аплодисменты Но я этого так не оставлю Вот увидите Так это не останется Это надо же Не так это и просто Идет сеньор Атанасио Может поговорить с ним? А что если рассказать ему, что произошло? Он же видел, как я работала одна Будь со мной осторожен Почему? Потому что от шампанского я становлюсь опасной Ах так? Ты знаешь, мне нравится опасная женщина Боже мой А разве не сегодня родительское собрание в колледже у Карлитоса? Что с тобой, Анна? Ты целуешься с мужчиной и думаешь о таких вещах Что случилось? Ничего, дорогой Мне хочется глоток шампанского Конечно Тебе не понравилась реклама? Нет, она превосходна Правда? Да Что с тобой, Анна? Почему ты думаешь о другом? Погулки втроем Карлитос, ты и я Что ты скажешь? Нет, да Это было бы хорошо, дорогая Но дело в том, что у меня сейчас совершенно неважно с деньгами Милы, это недорого Приготовим бутерброды, купим лимонад И поедем в Восточный парк Ты только представь себе Ты целый день с сыном Это было бы чудесно Я весь день в парке с Кларисой Что будет, если Клариса полюбит твоего сына, а ему понравится Анна? Что делать? Ты опять уступаешь своей подружке Когда подружкой была Анна, ты этого не делай Олигарио Что? Олигарио, я с тобой разговариваю, а ты меня не слушаешь Да, конечно, мы поедем в парк на весь день Хорошо, хорошо Нет, ну это надо же Это просто безобразие Итак Я позвонила Хуану Диего И он мне сказал, что дурацкое совещание уже закончилось Он не захотел, чтобы я приехала за ним, а велел ждать его на площади Альтамира Господи, долго мне еще ждать? Я и так здесь, как дура деревенская, сто лет торчу Долго мне еще его ждать Ты как, красавица? Только не говори, что тебя снова бросили Садись, я тебя отвезу Боже мой, ну и лото Что я здесь делаю? Эта воробка Бриджит от меня сбежала под выдуманным предлогом Все смотрят на меня в надежде, что я стану мыть стакан из-под дешевого шампанского А мне хочется кричать на все четыре стороны, что это моя реклама Неужели я так и не смогу высказаться? Синьора Танасио, мне надо с вами поговорить Извини, у меня сейчас нет времени Конечно, вы же празднуете выход моей рекламы Дело не шуточное Извини, что ты сказала? Нет Нет, нет, ничего Ты сказала, что это твоя реклама Синьора Танасио Мне кажется, что так несправедливо Вы сами видели позавчера, что я работала одна, видели? Конечно, синьора Бриджит тоже приложила руку Дала мне такую возможность, я ей за это благодарна Но, честно говоря, синьора Танасио, это я Это я Я все Минуточку, девочка, минуточку Я считаю, что это безобразие Синьора Бриджит ушла, потому что я не здоровится по определенной причине Но я считаю безобразием то, что ты воспользовалась этим, чтобы заявить мне, что это твоя реклама Нет, я не собираюсь этим пользоваться Все наоборот, я хотела вам сказать Я хотела сказать, что... Мне безразлично, что ты мне хочешь сказать Что ты за человек? Почему ты так поступаешь? Так, так, отец, что случилось? Зачем ты так разговариваешь с Юбери? Я не знаю, что у вас здесь произошло, но Юбери, девушка серьезная и ответственная Если она хочет что-то сказать, то мы должны ее выслушать Так Боже мой, Хуан Диего меня защищает Наконец-то этот мужчина пришел мне на помощь Мой суженый Я люблю тебя, мой принц То, что я здесь пять минут простояла, ничего не значит Никто меня не бросал А я ждала своего жениха, но он, видно, задержался И я не знаю, что у него случилось Я просто стою и жду его, ясно? Ладно, я поехал У меня клиентов хватает Погоди, погоди, подожди меня Ты не видишь, что я звоню? Постой, минутку Ну, ладно Вот, не везет Опять автоответчик Ладно, поехали Как скажешь Я поеду с тобой, если больше не станешь трепаться, что меня кто-то бросил Договорились? Поехали, красавица У меня новая машина, садись Поезжай молча, а то я не стану платить По крайней мере, выслушать Иберит, ты же можешь? Ей хочется нам что-то сказать Я считаю, мы должны ее выслушать И потом, она доверенный человек Бриджит Да-да, он меня любит Это несомненно Именно в этом и проблема Бриджит порой слишком доверяет людям Она излишне простодушна Господи, синьора Бриджит простодушна В чем дело, Ибери, почему ты так говоришь? Я буду слушать их обеих, но я очень огорчен Эту особу нанимала Бриджит, поэтому я дождусь, когда Бриджит будет здесь, и тогда мы поговорим Согласны? До свидания Это надо же Теперь я в глазах твоего отца плохой человек Да ладно, ладно, Ибери Сейчас просто очень расстроена Мне надо уходить, у меня дела Ну да ладно Пойдем, выпьем кофе, и ты мне расскажешь, что случилось Хорошо? Я тебя буду слушать, но только пять минут, не больше Пошли У меня один вопрос А этот парень, который тебя кинул, то есть заставил ждать, это не тот, который с тобой танцевал на днях? Я тебе так скажу, красавица, ты попала Слушай Чего ты суешься не в свое дело? Я, Вику, не спрашиваю твоего мнения, ясно? Спасибо Хорошо, я не стану вмешиваться и больше ничего не скажу Только, красавица, ответь мне Ты уверена, что сделала правильный выбор? Почему ты мне это говоришь? Потому что этот тип заставил ждать тебя на площади, а сам не пришел И что теперь? Ты подкрашиваешь голову, прихорашиваешься и едешь к нему И я никак не пойму, что у тебя за стратегия такая У меня в голове не укладывается Фильм озвучен компанией Zone Vision Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok